так ребят всем привет это у нас новый ролик не знаю попробую как-то по-своему придумать хочу даже это не рубрика просто как сказать будут такие есть такая серия роликов как играть как играть на определенном герои пример вот я взял шест ларка буду играть на сларке и параллельно рассказывать что-то почему да как делать то есть чисто будет ориентация не будет рассказывание по поводу того там что какой скилл делать и против что какой скилл делать и так далее то есть просто ну будет игра по теме конкретной игры что он да как почему я собираю и тот или иной предмет для чего я это делаю или менее делают и рубрики не рубрики а именно такой сюжет у меня просят в основном всегда комментировать то что происходит по игре и стараться как можно эффективно объяснять попробуем чуть придумать интересное первого нас ролик будут как играть на сларке тысячи двадцать первом году конечно мне кажется немножко зашкварно это рассказывать но попробуем объяснить так ну в идеале расскажу примерный билд то есть перманшилд апается сразу две ветки на стике апнутые стик на сларке обязательно минуты до 20 25 точно обязательно во всех случаях всегда нужен стик всегда абсолютно то есть ну где-то он вам жизнь да спасет поверьте мне стик аквила костыль power threads и ор по феном топорик можно взять до минуты 10 до 12 потом он не нужен его продаете потому что сларка это активный керри который уже может с 7 уровня фармить лес без топорика так как у него удар пак 4 позволяет им очень быстро фармить при наличии хотя бы базильки то есть базильма на рейне она поехали будем играть вам завтра ну руби кучно свистнуть но мы ему не сестра не дадим я ну что нафиг ему а он мидер а он мидер все он не мидер где у них там кто мидер некр все хорошо так пойду сразу возьму аквилу точнее перманшилд со мной будут стоять или лучше взять себе топор или взять себе топор потому что этот пацан будет походу мешать не своими счетами фармить не буду добивать вот там трипл мид чисто парней трипл мид пацаны как он такое возьму себе топорик потому что чтобы давать прошли крипа было все равно топор это хорошая вещь тем более это понял будет не мешать фармить а в нынешних пабликах из топорика фармить когда тебе не дают фрифармить будет очень скажем так не по себе нужно стараться добивать как можно больше крипасов поэтому топор маст хэв еще одну возьму на аквилу которую естественно и не куплю раз напишу куруплись может это копит если не купит то придется продать ветку чтобы купить хотя бы какой-то сапог себе еще раз для папкиных аналитиков из чата сразу можете отваливаться потому что не для вас скажем так пишется пишется в основном для аудитории которая 80 процентов плюс-минус аудитории которая играет на дыранге и она не понимает что делать вообще для чего и потому почему и да почему собирает тайная шмотка пишется основном для этих людей потому что я знаю у меня там много диванных которые там на церанге сидят всю жизнь свою скеда 2 и 5 думаю что умеет доте не для них скажем так у меня таких диванных много очень много аналитиков но как говорится стараемся их особо не разрешать внимание потому что это люди которые ничего не достигли они только молчать и его петь я таких вообще не уважаю короче заходит оказывает ада к нему другое отношение а когда человек просто языком чешек не по делу тут уже грош цена ему кому человеку умные люди все сами понимают она глупых нет смысла дошли к нему не правильно не добью крипа этого объем реки маронт на лейтиного прохс проявить до нему себе и сразу дарксик кстати что самое интересное полезен как же щиты жестко жута так cc так вот не скопимся надо было больше хила на развязать на самом деле давайте позже я пишу ролик прикольно да щитика чару нет ничего скрипал хрен с этим крипом пойду возьму себя маску что манреген был какой-то что хочу сказать поводу сларка вот этот и тем обязателен во всех играх минуты до 15 минимум потому что ну первом шилд очень много дает сларку сларк килл и герой его буквально смысле очень сильно пробивает обычного щита ему не хватает поэтому первом шилд это идеальный предмет который вообще стоит собирать ну в большинстве случаев даже для скал 95 процент случаях первом шелтуру первом шилд вам не нужен только тех случаях когда вы полностью фрифармить и line вам хватит просто обычного щиточка нормально там парнику я собрал кэш это все ну ладно экспоту копачили онлайн его крипа дороже естественно нам так как нам и дают бить будем бить их так возьмем вот так уральсбэн почти готов опустил крипа очень плохо умрет вот и блять циркле Ти не видели, как он я каст дал. Смешно, блин. Так, все ульт у нас появился, отлично. Так, у меня квила есть. Сейчас поклю себе ПТ-шечку, Веном. Веном для леса особо не нужен. Веном нам нужно взять только тогда, когда сильно агрессивная линия. Прямо со старта можно брать. Когда сильно агрессивная линия, и вы постоянно деретесь, можно взять Веном себе. Если линия пассивная, плюс-минус как вот эта. Не сильно агрессивная, пару драк было за 6 минут. То можно не брать себе непосредственно Веном. Сразу ПТ выходить, Пауэртретс, Аквилу, там, нужный Ик и Милон. И только Веном берется только в том случае, если вы начинаете драться. Если начинаете активно драться, вам Веном обязателен. То есть можете даже топор продавать смело и брать себе Веном и драться. То есть, ну, Веном очень много дает сладкую. Во-первых, замедляет, во-вторых, он наносит периодический урон, хоть и небольшой, но в нашей доте, в нашей игре все влияет. Буквально, в смысле слова. Каждый нюанс, каждая мелочь влияет. Знаете, это такое вражение есть. Ты умирай, льду. Отлично, убиваем ее. В нашей игре влияет абсолютно все, каждая мелочь, каждый нюансик. Дота на этом и строится, на всех мелочах. Каждая мелочь влияет в игре. На Драксире, кстати, обалденно все делает парень, на самом деле. Реально все хорошо, очень делает. Вот прям четко он делает. Я в валюты, как Драксиро, а вообще в целом уважаю таких людей, которые понимают, что делать надо им примерно. Скару я ничего не сделаю. В пятый уровень, хотя. Можно, вроде, порисировать даже на него. Сейчас костыль себе куплю. Кимару вард поставил. Так, зарядили им один стиков, но нас уже, в принципе, не остановить никак. Нас уже, я думаю, реально нечем останавливать. Если я прям совсем жестко подставлюсь, там на троих плюс-минус, под какой-то дизейбл, меня заберут. Сейчас нужно в столе запушить тавр. Постараться запушить тавр. Кимару убиваем. Тащимся пока в лесу. Запоминайте это место. Можете спокойно, так, когда крипов нет, заходите и чисто... ...лигенится за счет ультимейта. Попробую, что, спустя, нести эхпп. Ману. Да, конечно, плохо, что я так просто аквилу нажимаю, но... ...ничего страшного, как говорится. Вот, а скрипы, в буквальном смысле, заперманшилда вообще не пробивают. Лесо, мы спокойно фармим. Да стрибратик. Странно, он как-то действует. Не хочет найти, убивать его, а он ждет. Да он тут, ладно. Ладно, наша задача идти убить лес. Уже, сейчас. Чем я ипосредственно и займусь. Там тхд, пуш, ух, тхд, там шмотки, ёбая. Надо с тхд что делать. Довольно-таки неприятный юнит. А то мид стоял, кстати, 0.3. Понял. То мид у меня стоял. Я все прекрасно понял. Так, мы постараемся дофармить лотар здесь как-то. Кемару под однокомым бегает. Либо здесь вард стоит. Скорее всего, вард. Если видите такую ситуацию, что, ну, примерно, знаете, что здесь вард, у вас ульт не работает. Когда, подсказываю, когда ульт не работает, скорее всего, стоит вард. Вард это вот здесь, либо рекимару находился. Не тяни меня, просто чмырит пополный. Так, смотрим. Видите, ульт работает, я бегаю. Бегаю, бегаю, бегаю. У меня ульт работает, сейчас я пауза. А вот теперь подходим сюда, смотрите. Ульт работает. Следовательно, что? Здесь варда нету. Походу, рекимару бегал подо мной. Да, варда нету, все. Можно не выпендриваться, варда здесь нету. Попробуем пойти и подогреть швыр. Сейчас, заодно, если успею, стакну себе. Скорее всего, вряд ли. Попробуем. Да, не успею. Рубикон еще прилетел. Стак, кстати, вышел у меня. Профармим свой стак. Вот из-за первого оншелда мы спокойно фармим лес. Ну, это реально круто. То есть вы чисто не паритесь, спокойно фармите лес. Потому что слишком много у вас, скажем так, силы и прочего. Вот это вот, всей приятности. Опять вот, почему-то мне не работает ульт, я не понимаю. Такое ощущение, что здесь кто-то есть. По-моему, сам себя вард заблочил. Сейчас этот, я заблочил этот спот, дурачок. Кажется, ты думал, это Риккель, ну, не знаю, тебе бы его наказать, что ли. Вот тут я могу ошибаться, потому что я не знаю, Рикимару палится. Палит мой ульт, если или нет. Честно, не знаю. Можете меня закидать камнями в комментариях, что я этого не знаю. Буду очень рад этому, там драка, кстати. Помочь бы пойти на Рейм. Пойду помогу. Они его убили, хорошо. Так, ну, мидалтар чуть добью, мидалтар. В лесу и буду драться активней. Опа. Руки Мару тут. У меня ничего нет на него, не вижу никакого. Толку нету. Не, на этом хорошо делает все. Прям четко делает пацан все. Молодец, ну, молодец реально. То есть я редко хвалю игроков. Прям, ну, когда чувак реально платный. Он понимает, он не мешал не фармить. Он саппортит. Он делает все, чтобы у меня было все четко. И он правильно делает, скажем так. Все, он понимает, для чего он это делает. Кстати, по-моему, я спот не заблочил. По-моему, этот варт не блочит получается. Там драка мне нужно продать сейчас, наверное, будет. Вот, все, сейчас быстренько стахнем. Сейчас тут пачку зафармлю. Зафармлю дабл стак. Поплю себе непосредственно лотар. Продам топор уже. Потому что начинаю активную стадию игры переходить. Когда нужно драться. С командой, без команды, неважно. И... И все будет четко. Ну так, не пропускайте крипов, как я это делаю. Довольно-таки важный крипов, я сказал даже. Так, несем себе. Не успею крипа этого. Так, все, продаем щит. Покупаем себе... Щит топор, точнее, продаем. Покупаем себе лотар. И в данный момент нужно что-то делать на карте. Вот прямо сейчас нужно просто бежать и что-то делать. 1300 хп жирный для меня, мне кажется, я его не убью. Просто потрачу ресурсы. Нужно выбирать те цели, которые вы точно убьете. Ну, то есть, тратить на них ресурсы, а не на те, которые вы не убьете. Просто бегать за ними, как дурак. Топор мне показалось с топором инвокером, интересно. Так, ну, тут драка будет, сейчас надо, все тп-шится. Сларк, пускай, 100% умирает, он без армлета. В принципе, там 3 смертника. Жим. Ассист получу за них, хорошо. По итогу прилетел, никого не убил. Не очень приятная ситуация. Тхд пушит топ. Тоже, в буквальном смысле, неприятная ситуация. Давайте наберем этому ролику 400 лайков и я постараюсь еще подобное что-нибудь выпускать с таким вот, скажем так, акцентом на то, что я делаю, рассказывать. И, типа, как бы учить, скажем так. Учить, хотя мне самого еще учить надо, но все равно многие пишут, что я очень многих людей научил почему-то в доте. Это приятно, это приятно, как говорится, чтобы людям все с пользой было. Нужно и поднажать лайков. Так, ну там оранжевый. Ага, нет, мид сломать, наверное, лучше. Наверное, мид лучше, реально сломаю. Больше импакта будет. Сейчас арбус я куплю уже. Есть 2 билда, на самом деле. Есть билд через фулл фарм, через мидас. Есть билд, нифига ты вяжешь. Через фулл фарм мидас. Есть билд через... Как у меня билд через латар. Быстрый выход на латар просто. Через мидас с кадди, то есть разные билды на самом деле. Реально, даггер есть билд. То есть, тут можно, кстати, знать, что придумать, сейчас это сделать. Может быть, такое грязное вещь. Правда, пока до летит, он бежит уже на рай тебя. Просто без него нет смысла нападать, он бежит. Ну, утрал, видите. Как принес. Отлично, расфармили здесь все. Так, ну все, можно пюрман продать. У нас плюс-минус какие-то статы сейчас появятся из-за ультимейтера баг. Поэтому, я думаю, мы уже не будем такие хиленькие. Пюрман можно уже продавать. Такая стадия. 16-ая минута, как раз, плюс-минус он свое служил уже. Стики обязательно оставляем до самого, наверное, упора. Прям уже, когда прям уже вот-вот, он надо продать реально уже. Когда уже прям слот меняете на какой-то литовый там башер, не знаю, на дагер какой-то, если взять, туда уже можно стики, естественно, выбросить помойку. Ну, бьет он, да. На развороте можно его само щелбить. Что у него там кнопки в КД, я так понимаю. Ну, не пошел. Нормально. Так, сейчас ты зафармлю, побегу, не помогу. Будем играть активно с командой. Как бы не могу добить, блин. Блин, тут машинка, так не хочется уходить. Ну, ладно. Типа с машинкой можно спушить. Ну, поделем, там глимеры, кстати. Как раз, это не взял. Не зря взял. Фармлик, скоро. Чищник уже рядом, ребят. Чищник уже рядом, ребят. Ну, давай. так ну четко мы тут подушили, пойду куплю себе второй орк, я даже не буду я просто они что-то все сдаются мне что-то реально все сдаются, неужели мы сейчас быстро закончим, так не случится, блин, а кто не сдался там, голубой по-моему не сдался, капец, а что они сдаются, да ну нафиг, ну пацаны дайте поиграть, я тут для пацанов гайд стараюсь делать какой-никакой, даже не гайд, а обзор как играть, давай не будем их немного душить, просто постараюсь поиграть как можно дольше потянуть, сильный к душу парни, иначе ролик не получится, пусть играю четыром пока, я по каскаде дофармлю свою, немножко пофармлю лес, ну потому что серьезно, там кого нужно не душить, инвокером не душить, инвокер там один остался, который этот, по сути они уже выиграли, я сейчас мог просто с этим слотами уже бежать и заканчивать, то есть просто драться, они уже дупом упали, все, мне уже не хотят играть, то есть вот пожалуйста, начало доминируйте, старайтесь как-то отыгрывать, и все, и выигрывайте, я понимаю, что не в каждой игре Dark Seer такой будет, не в каждой игре вы кнопки четко нажмете, но плюс-минус, какой-никакой ориентир у вас есть, что делать пока, по игре, я уже вам рассказал, что все шмотки покупать, для чего и почему, надеюсь вот именно из-за этой информации, пишите плюс или минус, было это полезно и актуально, вот я вам первые 10-15 минут, рассказал что делать, это вот самые важные минуты в игре, грубо говоря, первые минуты, потому что из-за начала и строится игра, строится дота, я их не убью, можно даже не вылазить, у меня не до 100, то есть первые минуты, они самые важные в доте, когда вы вот с первых минуты читаете доминировать, или наоборот сливать, потом уже тяжело камбэкаться, но можно, там нужно просто осторожнее играть, и все, если у вас душат с первых минут, то тут уже мало шансов того, что вы выиграете, мне пофиг пока на карту, я игнорирую, потому что, ну потому что я слишком сильно их дутую, и они реально сдадутся просто-напросто, мне это не надо, я хочу хотя бы до 30-ми туда играю, и там уже закончу, за счет того, что я просто перефарм в игре, так, ну скади, опять же, скади, это основа для сларка, в 90% случаев, почему скади, потому что это очень сильные ранние статы, это контроль для сларка, это очень много маны, и тем самым вы просто можете спокойно по кд драться, настакивать себе 3-ки скилл, свою пассивку, и за счет нее убивать еще больше героев, еще больше бустится, сларк это такая парковая бочка, которая, ну, со временем становится сильнее и сильнее, если она взрывается, то она все убивает, на своем пути парковая бочка, на тп, даст возьму даже, вот так вот, как раз у меня один слот будет по даст, и будет слоты, сейчас под скади я соберу, у меня слот освободит на даст, так, отлично, сейчас даст появится у нас, ага, скади, ага, ага, парни, 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 тут же нельзя купить, это же не 8, те карты, тут все по-другому, один вопрос, на кой черт ты бегаешь за мной? все, отлично, купили все шмотки, мои там берутся, хорошо, пусть даже немного подфиживают, ребят, я еще раз говорю, я бы уже мог игру закончить, я делаю это для вас, чисто стараюсь как можно больше подтянуть игру, чтобы вы могли понять, что к чему, да вообще, да почему все, забиваем на это все, идем бьем лес, просто порассказываю пока что, да почему, а скади, еще раз говорю, ну это основа, другу понятно, 90% случаев рашится, после ватара, после даггера, после медаса, мы уже и поговорили с вами, потому что скади дает стат, и скади дает фрост атаку, которая замедляет врагов, и тем самым очень хорошо стаккается с 4 скиллом, то есть вы бьете, замедляете, еще больше носите урона, больше замедляете, ну типа, додолго замедляете и больше стакаете по силу себе, тем самым становитесь просто жестким, в венчном итоге, просто ломаете товара очень быстро, простоätt является вот много ловкости, вы большой пэмбои, убиваете всех, и идете, ломаете здание, тем самым выиграете игры это основа на старте slider очень сильный эскейпер, ну нюкер, эскейпер очень сильный у него есть слишком много эскейпа, первый скилл эскейп, второй эскейп, ульт эскейп, т.е. у него 3 эскейпа, грубо говоря, очень сильно это очень сильно первый скилл сбрасывает в себя эскейпами, т.е. станы какие-то, может спинуть и прочее эскейп Второй скилл прыжок, то есть сокращать дистанцию, либо упрыгивать в кусты и куда угодно Давай пойдем наваляем им Не, не наваляем их там много, слишком сильно они сами наваляют Твою же мать А я навалял называется Ядрати я просто хотел сюда упрыгнуть Навалял пацаны Ну ничего, дал фору парням Нормально Навалял пацаны называется Я хотел вот сюда выпрыгнуть как все На пол Сука Не, конечно там тхд не растерялся и сразу кнопки нажал свои Так, а я так смотрю не все так уж и гладко на самом деле Нужно начинать драться уже, все Дали небольшую фору, 2 минуты 3 пофармили лес, можно драться Так, там появился гост, я соберу себе диффуз Дефуз против гастол, против юл лоу Тут как раз он бомбезно Тут еще один юл Да, тут гост просто, ну, диффуз просто мастхед Тут три артефакта, которые нужно снимать Дефуз тут просто ну максимально нужен То есть тут гост будет, который будет нажимать Я с него скину и сразу же даю глимер То есть, ну очень имбово Он просто ничего не сделает А, у нас афк еще Чудик афк Пробуем его кикнуть Бери Все, у тебя бмдис, кайфуй Все, отлично Так, продам я стики Та диффуза мне осталось чуть-чуть Там тысяча что, около того Так, ну нужно будет делать диффуз, бкб себе Там типа много контроля, бкб здесь вообще будут бомбезно смотреться Тини с гемом Может с тини побегать попробую Тихо Техо А, ну мне блен, висит шик, а мне ничего не умирают Тут диффуз обязательно нужно взять вм Тихо Техо так диффуз готов почти отлично команда молодцы убивают так сейчас я должен убить кого-то обязательно даже того же какой-нибудь положить попробовать партий здесь там у инвокера телепорт по-любому да помнить самому так тп-шку себе вернется а пар стоит а 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 тут где-то мне кажется хорошо давайте мы ролл мид сломать а минус 2 там инвокер он будет по-любому вкб почти готова здесь там инвокер наложил какашек сумруд спорим но не понимают меня понимаете им пофиг что я говорю мне больше всего нравится вот тупо провоцирует меня на этот пайф вонючь нельзя там драться понимаете во первых эктавр во вторых там все одеты 5 слотов и мы под эктавром нас четверо мы не вывезем драку они дерутся ну ребят понимаете я просто объясняю как правильно я не говорю что так нужно делать нужно идти как дурак бежать драться я понимаю что многие нажали бы кнопку бой побежали бы и слились бы и проиграли игру но здесь было правильнее отойти я вам честно скажу я же не буду вам брать серьезно как можно убить скажем для меня легкая цель и и и и и и и и Их, я бафс урона Вот поэтому мне и бкб нужно было Надо было сразу выпрыгивать, наверное Ну ладно Вот я же говорю, такие вот ошибки, вот они и руйняют игры Надо было сразу бкб себе Ой, бкб, господи, выпрыгнуть Так и знал, что он его лом достанет для меня Ладно, мой бет Ну сейчас бкб возьмем, если что, потом дифуз проапаем И я думаю, может даже какой-нибудь еще на силу себе что-нибудь собрать Может сашу яшу, либо манту Манту, наверное, возможно Либо башеру сразу взять Дэфи течен там интересный, там некор есть У меня бкб, у меня байбек есть Байбек есть, кстати, ну это вот прям совсем легкий случай Надо еще не забывать про байбек держать После минуты 25-30 обязательно держите байбек Если игра плюс-минус равная и весь шанс потерять тавер Старайтесь всегда держать бкб В 50% игр это выигрывает игру Куда вы бкб держите Просто враг надеется, что он идет, уже заканчивает игру Вы нажимаете байбек, дефаете их у своих тавров И выиграете этим игру Потому что идете дальше, в обратный пуш У них нет байбеков И все, тем самым вы выиграете игру Очень много полезной информации Микрофосики побегали немножко Все, бкб есть Крилку и нора продам Не надо сейчас нора сорвать, я даже тревела нужно Куплю себе, я думаю, потому что Пару шипим Почему бы, собственно говоря, и нет Так, два пака достов внутри дота получается Погнали Гем Надо выбить гем Пару шипим Пару шипим Отлично подрались Пару шипим я не спустил, нужно убегать, потому что там все встали напишу Тиникус ему, чтобы он ломал, пока я дерусь помощь нужна от команды на Риккимару нужно убить, но этот все знает, черт очень интересный такой был от него Сэндстрайк где-то стоит вард, не пойму где а, вот он и 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 Добро пожаловать! Немного пожаловать! Добро пожаловать! Тут вард стоит. Так, диффузный сиатум, хорошо. Добро пожаловать! Не, наверное, сначала тревела, а потом всё остальное. Муншард хотел себе купить. Тревела, мне кажется, сейчас выглянем. Так, травола летят, отлично. Тревела очень важна, потому что меня будут сплитить всю игру. Как-то... Стараться... ВЫЖИВАТЬ! Там ВРК противная, наверное, будет. Да, все опять лезть. Вард, действительно, оказалось. Тревелец. 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 ВИКИ. СТОЛЬНЫЙ СИГ! ПОДПИШИТЬ! Так, надо что-то делать Значит, с такими темпами мне скоро понадобится рефрешер, чтобы 2 бкб нажать Мне кажется, здесь башера и мкб, наверное, но я не знаю ещё, думаю или не надо мкб? просто башу взять контроль гем отдали что ли я не пойму? это не наш гем, а это я ему вернул его походу гем там инблокер к обороне готовится и и и и и и но не все байбеки отдали это очень хорошо а и и и и и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ну где ваши кнопки хоть какие-нибудь DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok «Дорожение» Добавил DimaTorzok Размечтался пиздец как это выиграть а 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 рубик стал афк да класс очень вовремя рубик ты это делаешь это все ошибаются пацаны вот это что а и 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 Продолжение следует... 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 король десик лучший поехали как выиграть вообще понятия не имею как победить ну пацаны я старался вы видели сами тут анриали выиграть сами знаете не знаете но вы видели что я делал все абсолютно просто все сделал чтобы выиграть игру типа знаете что я получается недооценивать когда пошел умер нарушение да вот там когда я прыгнул в текстуру и там пошел перевод ну ладно в любом случае спасибо вам за то что посмотрите на строке прокомментируйте поставить лайк там не знаю напишите комментарий да я очень рад буду сейчас послуха диванных экспертов которые скажут да я бы на флорке тут уничтожил вообще всех прав девятерых уничтожил нет ты бы это друг мы не сделал потому что там грубо говоря у тебя тень и который без бкб до сих пор у тебя группе которых сигнал пока просто ничего не делает ну просто пока по игре пацан и 1 darkseer два человека против тиры тяжело вдвоем в поле не войн один поле не войны 2 тем более ладно все всем удачи давайте всем пока пока